Катамараны, яхтинга и все, что можно себе представить. Но началось-то, конечно, все со сплавов. И вот сейчас я бы хотела к Александру обратиться с несколькими вопросами для начала. Я знаю, что ты сплавщик, да? Видимо, да. Видимо, да. Давайте я тебя протестирую, можно? О-о-о-о. Я уже чувствую, что я с чем-то прыгал, попробую. Так, нужно закончить предложение. Река Юшут протекает в какой республике? Мариел. Мариел. Или эти желтого цвета, а ее правый приток Юшут? Коричневого. Янтарного. Янтарного. В мужском словаре нет слова янтарный цвет. У нас есть желтый, коричневый. А, понятно, понятно. Ну, теперь ты будешь знать янтарного цвета. На самом деле, это слово мне подсказали сплавщики Юшута, поэтому... Ну, мне еще учиться и учиться, я начинаю еще. Хорошо. А сколько, кстати говоря, ты сплавляешься? Раз, два, три. Три года я уже сплавляюсь, а вот четвертый год в этом году, надеюсь. По Юшутам? Юшут. А там где-нибудь еще люди территории ты следовал? Я очень заглядываюсь на все видео с уральских сплавок, Болтай, все это очень красиво, интересно, опасно, жутко. Но у меня пока в своей теле я хочу пойти вот эти три дня, две ночи по Юшуту в одиночку. А первый раз я ходил, у нас с товарищем новичков взяли катамаран один из трех, где были старшие и матерые. Мы сидели довольные, хлопали глазами, вау, вау, вау. Потом второй раз мы уже купили своей компашкой плод восьмиместный, пошли в шестерон. Худший способ провести время на сплаве с моими друзьями, пытаться быть серьезным и что-то организовать, чтобы все действовали организованно. Нет, нас носило от одной расчески к другой расчески. Мы прокололись один боком. От какого расческа? Расческа – это нависающая ветка дерева над маршрутом, который вы должны пройти. И она нависает ветками таким образом, что она причешет весь катамаран или лодку, по которой пройдется. Проческа очень важна, как с ветками, не натягивать ее вперед, а накрыться веслом и дать ей расчесать себя, чтобы дальше идти спокойнее. Понятно. А ты знаешь, что такое табанить? Табанить – это Антонин Грестиев. Правильно. А теперь за альпинистов, может быть, скажешь. Лучший гор только... Лучший гор только девушки. Что там, как это делать? А нет, это самолеты первым делом. А, нет, там первым делом самолет. Окей, я проявлюсь. Лучший гор только горы. Горы, конечно. Здесь нужно было акцент добавить, тогда я сразу смогу. А, да, акцент. Ну что ж, про дусти фразу раз. Чем хуже, тем лучше. Тем лучше, да, конечно. И что такое 31 апреля? 31 апреля, я думаю, марта-апреля, это 1 мая. Это ночь перед плавом, конечно. А, окей, окей, окей. Ну что ж, больше не буду тебя мучить. Мне интересно послушать все, что ты хотел нам рассказать сегодня. Ведь ты не только сплавщик, но и еще и киносъемщик. Кино-киносъемщик, да. Сплавщик, киносъемщик. Класс. Я сегодня нашел пару названий. Дополнится. Пару новых профессий. Да, я, несмотря на то, что моя профессия, как бы, работать с микрофоном, это никоим образом вообще не имеет отношения к этому, почему сегодня здесь. Мне нравятся всякие эксклюзивальные условия выбираться, но для всех, для большинства моих друзей сплав это не приключение, это не Discovery Channel и National Geographic и все такое. Это больше место, как бытия и горячительные напитки употреблять на поселителе. Поэтому я очень-очень странно там был со своими камерами, со своими, давайте остановимся, это сфотографирует. Как ты с собой берешь? Какую камеру ты с собой берешь? У меня с собой несколько камер к этому моменту стало. Первый раз я снимал просто на Panasonic HX-100, это экстрим-камера. Заметки просто были, набор кадров. Второй раз я взял GoPro Panasonic HX. И все, по-моему. Две GoPro там участвовал, в конечном таком сфотографе. Теперь я беру с собой фотоаппарат Sony Alpha 5000 с несколькими объективами, широкоугольный, 50-210, дальновойный. И еще я приобрел Sony AS-300 с оптической системой стабилизации, для того, чтобы не было тряски. В этом году хочется что-нибудь еще более качественное снизить. В чем ты это все перевозишь? Как ты свою технику бережешь на воде? Специальные упаковки, вот и непроницаемые, всевозможные кейсы для них. Это тоже нужно учитывать, когда я собираюсь. А учитывая, что первый раз нас взяли с собой, второй раз мы взяли GoPro, в которой мы утонули. И я понял, что я как самый ворчливый литвизонок Gamma просто обвинил всех в этом во всем. Потому что если хочешь хорошо, то должен делать сам. И вот уже когда я приобрел лодку, мы четко рассчитали логистику, что там будет ехать, там было. И вот помимо всего этого дополнительного, что нужно брать, это спальные мешки, это теплоотражающие пенки, это сухой одеждокомплект как минимум, это еда, это аптечки. Я был, кстати, единственным, кто говорил с аптечкой. Газовая комфорка. Она ключевой вообще оказывает, это краеугольная комфорка, сплавает на самом деле. И помимо всего этого есть еще штатив, есть еще, причем самое, что сложно, самое легкое, что можно потерять на сплаве, это микро-сд-карту на 64 гигабайта. Это очень обидно. Это очень обидно. Поэтому для нее нужен отдельный маленький кейс. Этот маленький кейс, как смерть Кощеева, больше водонепроницаемая, водонепроницаемая, не должно быть то, что куда-то уплывем. То есть все на карабинах, соответственно. Здесь комплексный подход, который нужен. Это с опытом пришло, или ты брал советы у матерых? Советы у матерых не брал. Я больше смотрел видео, которые после всех различных людей, и я понял, что много людей берет с собой, у нас есть камеры, хоть в ботинках теперь можно снимать, но люди даже, когда берут с собой какую-то технику, у них либо нет времени, либо нет понимания общей композиции, что они хотят получить. И вот последний раз, когда я уже облаживаю, вся техника, я знал, что я снимаю. Я снимал все подряд, и я не знал, как вымотировал в конечном итоге, а это все-таки в какой-то степени дилетантский подход. То есть получается, ты смотрел видео для того, чтобы научиться, как сплавляться, и для того, чтобы научиться, как снимать, да? Для того, чтобы увидеть, как иногда можно находить кадры там, где просто так бросив гляд, а не увидишь. Иногда нужно понимать, каким будет материал в конечном итоге в сочетании с музыкой. Ты можешь просто снять красивым фокусом ручеёк какой-нибудь, стекающий, или цветок с росой во время восхода, дать вам правильную музыку. Здесь нельзя просто снять или просто новить музыку. Всё должно взаимодействовать с друг другом в каждом моменте. То есть сплавка и путешествие превращаются в нечто большее. А мы можем что-нибудь посмотреть из того, что ты снимал? Да. Только я совершенно случайно оказался, мне кажется, на кинофестивале. Мне удалось всех обмануть, что мой материал достоин внимания. Но почему? У нас, во-первых, любительский фестиваль, так что тебе не стоит комплексовать. А во-вторых, мне кажется, что естественно, это материал. Я скорее презентую и хочу вселить уверенность в тех людей, которые тоже думают, что у меня всё равно не получится. Это очень важно, на самом деле. Если у вас есть что-то, что снимает, снимайте. Просто снимайте. Больше снимайте. Когда ты снимаешь, вот этот момент, и вот сразу же отсмотришь материал, тебе кажется, «Мяаа, можно удалить только место» – нет, снимайте, всё. Стесняю себя в кадре, там… Стесняю себя в кадре к чёрту. Прям вот это однозначно к чёрту. Снимайте как можно больше, и в конечном итоге вы уже будете пересматривать материал, понимать, как вы хотите его получить. Но снимайте, 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 снимайте.